Я Дэвид. Салют, товарищ. Нет, зато посмотрите, друзья мои, какое прекрасное зарево. Вот Леха идет с фонариком, а нам еще подниматься и подниматься. Вот так вот шапка моя чуть не улетела, было бы весело. Первое утро в горах, сегодня мы ночевали там, палаточный лагерь был, потому что мы дошли до лестниц и уже стемнело. Вот лестницы, которые ведут туда, в приют, мы не стали подниматься ночью. Приступили к штурму ледника. Проходим мимо приюта, в котором должны были ночевать. Кристально чистое озеро здесь, с ледяной водой. И наш путь идет дальше, в ту сторону, не знаю еще пока по какому маршруту. По леднику мы пройти не смогли, потому что там размыло всю дорогу. Вернулись назад и сейчас вот с этими рюкзаками будем карабкаться в приют по лестнице. Он там наверху на скале находится. Поднялся половина пути вверх по лестницам, по крайней мере я так думаю. Ребята устали, поэтому решили разбить лагерь на том же месте. В награду за мою смелость и упорство сегодня я проведу ночь в этом приюте прекрасном. Чуть-чуть осталось. Так, давайте все внимание покажем, какие мы отважные и храбрые. Наше восхождение продолжается. Ну а как могло быть иначе? В любом случае я бы здесь дождался бы кого-то и с кем-то бы пошел, потому что, как говорится, я коней на переправе не меняю. Поэтому я все-таки дойду до этой горы самым, пожалуй, сложным маршрутом, который здесь только существует. И я, наверное, посвящу это восхождение своей доченьке Саре. Да. Чтобы она могла мной гордиться. Когда будешь учить географию и вы дойдете до Франции, ты можешь с гордостью всем сказать, что твой папа был на Монблан. Нашел здесь старые журналы 80-летней давности 1930-х годов. Очень старые. 75-е годы со старой рекламой, со старыми маршрутами и так далее. Все здесь описывается подробно. На французском, на английском языке. Какую обувь, какое снаряжение люди использовали раньше. Вообще люди идут некоторые, когда погоды нет. Вот последний. С последнего приюта Кюте. И вот, собственно, сама гора Монблан. Бывают вот такие вот участки дороги, где только один человек может поместиться. Покажу вам место, где мы позавчера остановились. Я стоял примерно где-то вот там. Вон там, может быть, в том районе. Вообще, на самом деле, здесь оставалось нам пройти позавчера, ну, максимум, наверное, 100-150 метров. Нужно было просто чуть-чуть покарабкаться по льду, по снегу. И мы бы дошли до этой точки безопасной и смогли бы либо продолжить, но продолжать уже было поздно. Либо бы за 15-20 минут бы вернулись к этому убежищу, к приюту. И нам бы не пришлось карабкаться по лестницам и обходить, обходить всю эту территорию. Все-все-все, мы обходили, два раза поднимались и два раза спускались. Это к тому, что, конечно, осторожность хорошо, но иногда нужно принимать взвешенные решения, не торопясь. И если бы мы не торопились тогда здесь, чуть выше бы поднялись, то обошли бы, дошли бы до этого снега и продолжили бы свой путь. Еще не было меток тогда, в тот раз, поэтому нам сейчас легче. Мы идем вот по таким вот меткам, люди складывают камушки. И еще осложняется тем, что на картах лед был гораздо выше. Сейчас лед ушел, отошел туда. И поэтому карта не совсем достоверную информацию показывает. Короче говоря, кроме нас сюда по этому маршруту никто не идет, никто не ходит. Мы единственные. Сейчас дальше по снегу в сторону космик. Сложный и опасный участок вроде бы пройден. Просыпается солнышко, и сейчас оно начнет это все топить, топить, топить. И здесь уже будет находиться опасно. Поэтому нам надо сейчас как можно быстрее подниматься выше. Потому что чем выше мы идем, тем меньше отслаивается ледник, отходит. И тем там безопаснее. Там холодно, там дует сильный ветер, но зато там нет трещин. Трещина это очень опасно в горах, потому что они прячутся под снегом. Может быть 100, может быть даже 200 метров глубиной. Трещина может доходить до конца. Ребята немного отстали. Я опять ушел вперед для того, чтобы проложить маршрут. Сейчас их дождусь, потому что дальше без обвязки идти очень опасно. Нужно сейчас идти подвое, обвязываться веревками и идти подвое. Мазаться кремом обязательно от солнца. Губы мазать, очки. Друзья, мы почти у цели. Вернее я. Я нашел трос, который упал здесь от канатной дороги, которая ведет из Франции в Италию. То есть где-то здесь граница между Францией и Италией. И здесь проходит канатная дорога. Вернее, проходила раньше. Нас потихонечку сейчас накрывают тучи, поэтому я решил воспользоваться хорошей погодой. Просушить свою одежду. Кстати, никогда не берите в поход, в горы, в одежду хлопковую с содержанием хлопка. Потому что она потеет, она не дышит. И сразу, то есть этот материал не высыхает, влага накапливает в себе влагу. Потом вот такие вот термосы, ребята, мне загрузили, потому что у них очень большие чемоданы. Тоже ни в коем случае. Здесь воды может быть один литр, но сам термос, наверное, килограмм, больше килограмма весит. Поэтому в этом никакого смысла нет. Здесь можно поесть снег, попить с горных речек, чистую воду, кристальную. Нам подсказали маршрут по вот этой вот долине. Пройтись, пройтись, пройтись. Пройтись, пройтись, пройтись туда. И, типа, подняться там где-то в космик, в приют. На самом деле я предлагал ребятам еще там взять по хорошим вершинам, по хорошим... Ну, там примерно вот такая же, так сказать, почва, покрытие. Такое же состояние снега. Поэтому мы могли взять вот оттуда вот старт резкий. И с передышками, с передышками коротко забраться сюда, в связке. И уже здесь по тросу где-нибудь как-нибудь подняться туда. Но они этого не захотели. И они пошли по долине. Там очень много трещин, очень много опасных участков. И они продолжаются, продолжаются, продолжаются. Я так понимаю, что состояние ледника ухудшается. И скоро по нему вообще невозможно будет ходить. Здесь много, очень много тросов валяется. Там валяются тросы. Здесь я вижу один трос. Потом вот-вот-вот там еще один трос. Я сейчас либо прицеплюсь к этому тросу, либо дойду до того, либо пройду немного по этому тросу, перейду на тот. Этот трос мне будет служить как моя связка, как мое прикрытие, укрытие. Субтитры подогнал «Симон» Добрался я до приюта «Космик». Вот мои тут перчатки сушатся. Передо мной как раз гора Игуль-Думиди. Так, что здесь в память о солдатах? Давайте начнем знакомство с хостелом. Хостел-приют, так сказать. Высота 3600 метров. Достаточно милый на самом деле приют. Хостел такой. Потому что, ну как везде, наверное, много литературы очень здесь. Прям всякое разное есть. И вот закрывают на ключ. Видимо, есть дорогие здесь книжки, журналы. Разные нитры всякие. Настольные и так далее. Здесь, по-моему, можно взять отдельно полностью вот эту всю часть, которая надо мной находится. И там жить. Использовать как такое индивидуальное помещение. И там теплее всего будет, потому что над кухней. И, кстати, кухня очень красивая у них. Так, здесь терраса. Красивая терраса. И вообще удобная. Где мы были? Мы были вот за той горой. За теми, за теми горами. Там есть ледник. Оттуда мы пришли. И вот, по-моему, только наши ребята идут. Я не знаю. Ну, трое, скорее всего, да. Это они. Веб-камера здесь стоит. То есть, можно наблюдать за состоянием погоды. За состоянием маршрута. Вот здесь вот люди сейчас спускаются. Начинается маршрут. Я не уверен, что мои ребята согласятся завтра по этому маршруту подниматься. Скорее всего, что они скажут, что они устали и так далее и тому подобное. Поэтому в очередной раз восхождение на Монблан становится под угрозой. На самом деле, он так рядом. И буквально вот здесь 10 часов и можно уже там оказаться. Вообще, честно говоря, я могу сказать, что я уже дошел до Монблана. Потому что тот путь, который мы преодолели сегодня, это по расстоянию, примерно по набору высоты, такой же путь, как и дойти отсюда, с этого приюта, с Космика. Этот приют Космик называется. До Монблана. Еще есть там один приют. Он называется Гюте. От него вообще расстояние еще в два раза короче. То есть люди, те, которые поднимаются обычно на Монблан, они идут, выбирают этот самый легкий путь. Там за пару часов можно, ну, может, за три часа можно подняться и за пару часов спуститься. Ну, максимум пять часов на подъем, три часа на спуск. Поэтому я считаю, что я в любом случае уже очень большую работу здесь сделал в горах, во французских. И даже если они откажутся идти, естественно, я буду опять ко всем проситься, у всех просить, чтобы меня взяли. И буду надеяться на то, что, может быть, все-таки меня возьмут. И если меня возьмут, естественно, все вещи лишние, которые нужны и ненужны, я здесь оставлю. Возьму только самое необходимое. Пойду на штурм Монблана с минимальным запасом вещей и вообще возьму только электронику и все. А спущусь уже с той стороны, там будет спускаться гораздо легче. Поднимемся наверх. Посмотрим, что там наверху. Любят они. И, кстати, в этом комплекте, так, здесь 4 или даже 5 уровней, в этом приюте есть мусорные баки. В том приюте нам не разрешали выбрасывать мусор. Поэтому здесь я выбросил прям весь мусор с удовольствием. Туалеты уже более такие современные, то есть похожие на туалеты, нормальные туалеты со смылом. Там у нас ничего такого не было. Умывальник тоже хороший. Все внутри находится. Там мы выходили наружу. Умылся здесь, помылся. Привел себя немного в чувство. Поэтому чувствую себя здесь хорошо. Так. Здесь помещений очень много. В каждом помещении вот такие. И в каждом помещении около 10 коек. В 2 этажа живут люди. Вспят, ночуют. Ну как ночуют? Те, кто идут на Монблан, они просыпаются в час ночи. Быстро завтракают. И идут на штурм. Потому что времени нужно очень много. Чтобы подняться. И тратить вы нельзя. Здесь тоже такие же комнаты. Есть розетки. Это очень важно. Потому что в горах тяжело зарядить, заряжаться. Есть чуть-чуть поменьше. А, нет. Здесь тоже на 10 человек. Даже на 12. Вон потом под полтора комбраем люди спят. Отсюда можно увидеть маршрут и немного чуть-чуть Монблан. Вот тут оттуда мы пришли. Везде все дерево. Приятно пахнет. Опять 10-местная комната. Везде пожарные выходы, пожарные лестницы. Ну, в Европе все четко, все рассчитано, все предусмотрено. Так, здесь тоже около 10 человек. Вообще, наверное, не очень хорошо, что я вот так хожу по чужим помещениям. И вот эта комната, она прям с видом на долину. Это то же самое, куда и терраса выходит. Видите, в горах очень быстро портится погода. И если начнется, конечно, вот такой вот туман или дождь, там снег, скорее всего, наверху, то может даже буран начаться. Буквально только я вот отвернулся, наверное, на 5-10 минут. И все полностью здесь затянуло туманом, облаками. Это лишний раз доказывает то, что как быстро портится погода в горах. И, конечно, в такой погоде оказаться в горах достаточно опасно. Не получается у меня попасть на Монблан в этот раз. Хоть поснимаю здесь закаты. И то хорошо. Very beautiful. Очень красивые закаты здесь со всех сторон прям. Такое ощущение, что как будто бы какая-то другая планета, что ли. Сегодня ночью не получилось у меня выйти на Монблан, потому что все, к кому я пытался вчера присоединиться, всем, кому я вчера просился, все они отказали. Согласилась одна испанская пара, потом он ко мне подошел, сказал извини. Типа я не могу на себя брать такую ответственность, потому что я не знаю тебя, ты не знаешь меня. Вдруг один из нас сумасшедший, и эта гора очень опасная, и типа он идет с девушкой и не может так рисковать. Поэтому они ушли в час ночи, семь часов назад. Я думаю, где-то через три часа они уже возле Монблана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова